МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зуха Алиева. Здравствуйте. Начали коротко от лапы. Мобилизация как фактор единства. Не только резервисты, но и депутаты-добровольцы изъявили желание принять участие в СВО. Говорящая скамейка. На центральной площади Махачкалы установлена лавочка, которая приветствует людей и желает приятного отдыха. Большие возможности маленького агула. О колоритной ярмарке, прошедшей в высокогорном районе, расскажем в выпуске. На коверы идут одни старики. Чемпионат России по вольной борьбе среди ветеранов стартует в Каспийске. Частичная мобилизация в действии. Каспийчане отправляются в республиканский сборный пункт. Жители города, состоящие в запасе, готовы к отправке в зону проведения СВО. Среди них мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие боевой опыт и соответствующие воинские специальности. Провожали мобилизованных глава города Борис Гонцов, представители общественности, а также родные и близкие. Напомним, по данным Минобороны России, планируется призвать около 300 тысяч запасников со всей страны. Это составляет 1% мобилизационного резерва государства. Принятие участия в отстаивании интересов Родины решил и депутат Народного собрания Дагестана Расим Гаджаагаев. Парламентарий решил поехать в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца. С моей стороны, я его 100% поддерживаю и те цели и задачи, которые поставили Верховный Главнокомандующий, они будут достигнуты в этом ни у кого, никаких сомнений не должно быть. Потому что я видел боевой дух наших ребят, которые с честью отстаивают интересы нашей страны, выполняя специальную военную операцию. Говорящая скамейка появилась в Махачкале. Ее установили на центральной площади столицы. Конструкция за раз выдержит лишь трех человек. Сиденье и спинка обиты мягким покрытием. В закрытом виде она представляет собой рекламный щит. Дорогие махачкалилцы и гости столицы, приятного вам отдыха. А при открытии приветствуют жителей столицы и ее гостей и желают приятного отдыха. Идея необычного подарка Махачкале возникла у депутата городского собрания Тимура Алиева. И эта скамейка будет не единственной. В ближайшее время такая же появится еще в одном районе города. Хотели сделать подарок однюю городу и что-то необычное. Мы, честно говоря, в интернете смотрели аналогов в России, да и в мире мы не нашли, честно говоря. Надеюсь, эта скамейка станет центром притяжения и достопримечательностью нашего города. Также хочу обратиться к нашим горожанам, чтобы бережно относились к городскому имуществу, убранству и так далее. Потому что это стоит очень больших затрат. И чем бережнее вы будете относиться к ним, тем дольше они прослужат именно вам. 50 рабочих, 7 единиц спецтехники и несколько КАМАЗов. На улицах Махачкалы проходит санитарная очистка. В преддверии празднования Дня города работники МБУ Махачкала-1 вымыли центральные улицы столицы. Батырая, Дзержинского и Нурадилова. Специалисты очистили также тротуарную часть на проспекте Расула Гамзатова. Администрация города обращается к работникам рынков с просьбой не выбрасывать поддоны, коробки, бытовой мусор на проезжую часть, так как они не только ухудшают санитарное состояние столицы, но и приводят к засору ливневок. Сегодня в преддверии 165-летия Махачкалы администрация города и МБУ Махачкала-1 принимает все меры, чтобы городе было чисто, достаточно, интересно, чтобы наши горожане чувствовали в себе комфортно. Вместе с тем есть масса проблем, которые нас беспокоят. Это экологическая культура нашего населения, духовная культура. Она где-то у нас связана с правильной организацией наших площадок, контейнерных площадок, где мы складируем мусор. Сегодня я буду говорить о втором рынке, где большее количество нашего населения общается. Но здесь проблем много. Первая проблема, которая поступает сюда, это лица, которые занимаются торговлей. Вокруг Махачкалы, вернее, вокруг рынка образуется второй рынок, кольцо, который не дает привести соответствия нашим нормативам, чистоту и сохранить так, чтобы наши гости-старицы чувствовали себя тоже здесь уютно, достаточно. Город красивый, достаточный. Национальные песни и танцы, местные блюда и традиционные промыслы. В селе Тпик прошла колоритная ярмарка «Огульское подворье». На нее съехались жители со всех сел района. Что было представлено в выставочных павильонах, узнала и моя коллега Патима Тханапова. Самое у нас такое известное на целый Дагестан – это ажурный хлеб. Потому что такого хлеба нет у других национальностей. Это считается именно огульской достопримечательностью. Ажурный огульский хлеб. На столах огульского подворья не только уникальный хлеб из ячменной муки. От разнообразия представленных блюд глаза разбегаются. Здесь много мяса, мучных, молочных, горских деликатесов. Рецепты некоторых достались хозяйкам от бабушек и даже прабабушек. Вот это блюдо у нас называется тубунтайар. Вот они. Это тоже у нас очень известное блюдо огульское. Готовятся на сушеном мясе. Это вот сушеное мясо. Именно сюда входят языки животных. Это может языки крупных рогатых скот или мелких. Дальше у нас идет чак. Тоже блюдо из зерна. И сюда тоже входит опять-таки сушеное мясо. Тоже очень вкусное и сытное блюдо. Вот эти сытные блюда, они изготавливались, потому что огульский народ всегда занимался тяжелым физическим трудом. И еще из-за климатических условий надо было питаться жирным, чтобы сохранить теплоту тела тоже. Пока они рассказывали о многообразии национальных блюд на сцене, танцы, игра на музыкальных инструментах и песни от лучших коллективов района. Как живут и чем занимаются огульцы, можно увидеть в национальных подворьях. Ремесленники и мастерицы не только показывали результаты своего труда, но даже давали мастер-классы. Так ее зайщицы даже самую простую вещь, как носок, превращают в произведение искусства. Я не знала, что мой район богат столькими продукциями. Процветание нашему району, всех земных благ, здоровье. Вот это и есть богатство. Это первая такая масштабная ярмарка, проводимая в районе. Организаторы обещают сделать ее традиционное. Цель мероприятия – консолидация огульского общества и развитие местной культуры. Хочется поблагодарить всех, тех, кто организовывал, тех, кто принял участие, тех, кто представил свою продукцию. Этим самым мы хотим сделать ее традиционным, и для того, чтобы у нас и жители района, и гости, и те, кто желают, могли выставить свою продукцию, и те, кто хотят купить, могли приобрести эту продукцию. Патимон Ханапов, Мурат Бигбарзов, Новости Нанте, Огульский район. И о спорте. Каспийск примет чемпионат России по вольной борьбе среди ветеранов. Соревнования во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева пройдут 24-25 сентября. На территории Дагестана подобные соревнования состоятся впервые. Ожидается участие порядка 150 мастеров борьбы. Около половины из них – хозяева ковра. Спортсмены спорят 42 комплекта наград в 7 возрастных группах. Ветеранские чемпионаты страны проводятся уже на протяжении 30 лет, и неизменно в них принимали участие дагестанцы. Один из самых титулованных участников соревнований – Магомед Бодрудинов. К своим 74 годам он имеет 19 побед на чемпионатах России. 50 дагестанцев выступят на фестивале культуры и спорта народов Юга России. Соревнования стартуют в Грозном и продлятся два дня. Ранее фестиваль назывался «Кавказские игры», но с прошлого года в состав участников входят команды регионов Южного федерального округа. Сборная Дагестана будет участвовать в 10 спортивных дисциплинах. Среди них – легкая атлетика, перетягивание каната, армрестлинг, борьба на поясах, силовое двоеборье, стрельба из лука, мини-футбол и шахматы. Всего фестиваль соберет около 600 участников из 14 регионов. На прошлогодних соревнованиях в Крыму наши спортсмены заняли третье общекомандное место. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин